Рак желудка Мы об этом прекрасно знаем. Пятое место в структуре онкологической заболеваемости. Ежегодно регистрируется почти 1 миллион новых случаев заболевания во всем мире. И при этом это третья причина смертности от онкологических болезней. Ежегодно регистрируется почти 800 тысяч новых случаев летальных исходов во всем мире. Мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины. И заболеваемость по регионам тоже существенно отличается. Наиболее высокие показатели заболеваемости в странах Азии, Японии, Кореи, Китай. И наименьшие показатели и заболеваемости, и смертности мы фиксируем в странах Западной Европы и в Северной Америке. Проблема актуальна, проблема существует, и она далека от разрешения на сегодняшний день. Мы все хорошо знаем классификацию Лаурена, ей уже более 50 лет, который разделил рак желудка на интерстициальный или кишечный тип. Это примерно 85-90% всех случаев рака желудка. По классификации ВОЗ сюда относятся папиллярная, тубулярная, эмоционозная аденокарцинома. Дифузный тип это примерно 10-15 случаев рака желудка. К ним относятся более агрессивные формы, такие как персидевидно-клеточный рак и недифференцированные карциномы, но и смешанный гистотип, который подразумевает сочетание нескольких вариантов. Так вот, тщательный анализ драйверных мутаций показал, что и развитие, и прогрессирование рака желудка во многом определяется амплификация огромного количества генов, в котором относятся и ХИР-2, и ГФР, фактор роста фибробластов, МЕД, ВИДЖФ, КИРАС, МТОР, ПИА-3КИ. И все эти гены приводят к активации сигнальных путей, тирозинкеназных рецепторов, и тем самым подразумевают потенциальную чувствительность к таргетной терапии. Но, как и любая другая аденокарцинома, аденокарцинома желудка вряд ли предоставит нам удовлетворительные результаты, если мы будем использовать только монотаргетную терапию. И это еще раз диктует о необходимости комплексного подхода. Если же мы с вами говорим о диссиминированном раке желудка, нельзя не остановиться на молекулярно-генетических подтипах рака желудка. В 2014 году группа по изучению молекулярно-генетических особенностей рака желудка выявила в атласе ракового генома, представила нам целых 4 подтипа, в зависимости от того, какие гены мы видим. Так вот, к этим подтипам относятся, прежде всего, опухоли, ассоциированные с вирусом Эпштейна-Барр. Их мало, их не больше 10%, всего 9%. Но это опухоли, которые характеризуются гиперметилированием ДНК. Амплификации PD-L1 и PD-L2 исследуются, это потенциальная модель для иммунотерапии. Равно как опухоли с микростелитной нестабильностью, для которых характерен высокий уровень соматических мутаций. Поэтому это потенциальные модели для иммунотерапии. Два других типа, они превалируют. Это генетически стабильные и опухоли с хромосомной нестабильностью, при которых наблюдается аноуплоиди, амплификации генов тирозинкиназных рецепторов. И, казалось бы, это самые мишени для таргетной терапии. Но что же в итоге мы имеем? Вот такое многообразие генетических подтипов, представленное атласом ракового генома, оно свидетельствует о том, что для лечения каждого пациента требуется индивидуальный подход в зависимости от молекулярно-генетического подтипа. Но эти подтипы не только помогают нам определить ту или иную терапию, эти подтипы нам помогают определить прогноз заболевания. И если мы посмотрим, то лучше всего живут пациенты, у которых опухоль ассоциирована с вирусом Эпштейн-Анабар или с микросателитной нестабильностью, в то время как опухоли с генетически стабильным или хромосомно нестабильным вариантом живут хуже всего. Какие варианты терапии мы можем предложить для наших пациентов? Ну, все знают о том, что стандартом первой линии лекарственной терапии являются платиновые дуплеты. Это сочетание одного из препаратов платин с торпиримидинами. Добавление тростозумаба приводит к повышению эффективности только у очень ограниченной когорты пациентов. Молодые, сохранные, без сопутствующей патологии, без осложненной формы заболевания. Антрациклины в первой линии терапии сейчас в настоящее время практически не используются. Но кроме стандартной терапии, что мы имеем еще? У нас есть новые молекулы, к которым относятся прежде всего антихер-2 терапии тростозумаб. Почему важно определять хер-2 статус у больных распространенным раком желудка? Вообще исследования показали, что частота встречаемости гиперэкспрессии хер-2 составляет от 6 до 23%. И преимущественно встречается при интерстициальном, то есть кишечном типе. При дифозном типе встречается существенно реже не более 5-6%. Прогностическая ценность данного фактора в настоящее время до сих пор не ясна. Но это стопроцентный предиктор ответа. Это фактор, который определяет чувствительность к таргетной терапии тростозумаба. Когда мы говорим о хер-2 позитивном, если мы гистохимически видим гиперэкспрессию 3 креста, или если мы видим гиперэкспрессию 2 креста, то есть сомнительно, но реакция подтверждена амплификацией гена. Эти больные подлежат обязательно таргетной терапии тростозумаба. Почему? Потому что исследование в 2010 году, проведенное клиническое исследование ТОГО, показало, что для пациентов хер-2 позитивным добавление тростозумаба в качестве первой линии терапии для платинового дуплета существенно увеличивает медианную общую выживаемость. 11,8% в группе химиотерапии и 16% в группе больных, которые получали комбинацию с тростозумабом. Колоссальные показатели выживаемости. При этом на 35% был снижен риск смерти пациентов. Аналогичные данные были получены в отношении безрецидивной выживаемости. Но как бы ни лечили мы больных, рано или поздно возникает прогрессирование заболеваний. Рано или поздно встает вопрос о том, что делать дальше. Так вот, хер-2 позитивный рак желудка – это в корне отличающийся от рака молочной железы. Почему? Потому что если при раке молочной железы мы можем продолжить антихер-2 терапию, поменять комбинаторную химиотерапию, то здесь эта ситуация не работает. Другие молекулы, такие как лопотини, пертузумаб, добавление пертузумаба к тростозумабам, ничуть не улучшили эффект только терапии тростозумабом. ТДМ в качестве второй линии терапии был не лучше поклитоксела. Почему это происходит? Механизмов резистентности огромное количество, но, на мой взгляд, основную роль играет потеря амплификации гена Хер-2. И в этом ключе вдвойне впечатляющими выглядят результаты исследований Дистине Гастрик-01, которые доложены были в этом году на АСКО. Это больные Хер-2 позитивным раком желудка, которые прогрессировали на первой линии терапии платиновым дуплетом в сочетании с тростозумабом. Почти 200 пациентов были рандомизированы 2 к 1 в 2 группы. Первая группа получала новую молекулу тростозумаба, тростозумаб-дирокстикан, а вторая группа получала на выбор исследователя химиотерапию. Это стандарты либо иринотыкан и поклитоксел. Главной целью исследования была оценка частоты объективного ответа. И что мы видим? Мы видим, что у этих пациентов, которые получали новую молекулу тростозумаба, частота объективного ответа более чем в 3 раза выше, 43 против 12,5%. Кроме того, показатели безрецидивной и общей выживаемости были практически в 1,5 раза выше у этих пациентов. Поэтому вполне возможно, что в скором времени исследования третьей фазы подтвердят эффективность, и у Хер-2 позитивных больных раком желудка появится новый стандарт терапии второй линии. Но обращаю ваше внимание, что частота объективного ответа, общая выживаемость в этом исследовании была достоверно выше у пациентов, которые имели иммуногистохимический Хер-2 в 3 креста. Если это было 2 креста подтвержденная фиш, то тростозумаб-дирокстатан не оказал у них должного эффекта. И это, конечно, нужно будет учитывать в своей клинической практике. Какие еще модели, на которые мы можем воздействовать? Это, конечно, сигнальные пути. И GFR-сигнальный путь – это трансмембранный гликопротеин, который активирует сигнальные пути через гены РАС, РАФ, ПИА, ТРИКИ и МТОР. С успехом используется при лечении колоректального рака, и при раке желудка гиперэкспрессия этого пути наблюдается примерно в 30-50% случаев. Казалось бы, это потенциальная мишень для таргетной терапии. Но при этом надо помнить, что гиперэкспрессия GFR при раке желудка является фактором крайне неблагоприятного прогноза. И какие исследования у нас есть на сегодняшний день? Это исследование экспанта, исследование третьей фазы. Это сравнение комбинации капицитабина и цисплатина в первой линии. Плюс-минус пациенты получали цитуксимаб. И что мы видим? К сожалению, исследование оказалось негативным. Добавление цитуксимаба ничуть не улучшило показатели общей выживаемости больных. Аналогичные данные были получены и в отношении понитумумаба. Это говорит о том, что добавление анти- и GFR препаратов вряд ли принесет какой-то пользы для пациентов раком желудка при прогрессировании заболевания. Возможно, на мой взгляд, это связано с тем, что гиперэкспрессия GFR не является основным онкогенным механизмом у этой когорты больных. Опухоль желудочно-кишечного тракта, и в частности опухоль желудка, характеризуется высокой мутационной нагрузкой, уступая место раку легкого, меланомии, плоскоклеточному раку головы и шеи. То есть как раз те локализации, при которых на сегодняшний день с успехом применяется иммунотерапия. И поскольку результаты лечения больных раком желудка на сегодняшний день все-таки остаются неудовлетворительными, проведено целая масса клинических фундаментальных исследований по оценке эффективности иммунотерапии. Когда мы планируем иммунотерапию, конечно, нам нужно знать, как часто встречается эта мишень. Ведь мы планируем использовать анти-PDL-антитела. Так вот, в 2017 году был опубликован достаточно большой обзор, в котором было показано, что достаточно часто от 20 до 60% больных экспрессируют PDL в опухолевых клетках рака желудка. Но в этом же исследовании было показано, что гиперэкспрессия PDL является крайне неблагоприятным фактором для больных рака желудка. Поскольку, если мы посмотрим на кривые выживаемости, PDL-позитивные больные живут гораздо хуже, чем PDL-отрицательные. Это первое. Экспрессия PDL ассоциирована с более поздними, с более продвинутыми стадиями и является отрицательным прогностическим фактором. Но все фармакологические компании, которые занимаются продукцией иммуноонкологических препаратов, естественно, они провели целый ряд клинических исследований. И вот самое доступное первое исследование, это было Traction-2, это исследование, которое проводилось на азиатской популяции больных, редко при иммунотерапии мы видим увеличение безрецидивной выживаемости. Но в этом исследовании удалось увеличить и общую, и безрецидивную выживаемость, поэтому Nivolumab был зарегистрирован на азиатской популяции пациентов. В дальнейшем эти данные были перенесены и на европейскую популяцию пациентов. Наш любимый Pembrolizumab. Исследования с ним было огромное количество. Я остановлюсь только на части таких наиболее впечатляющих. Вот исследование Keynote 061. Это исследование третьей фазы, в котором проводилось сравнение эффективности Pembrolizumab и поклитоксила в качестве второй линии терапии. Посмотрите внимательно на графики. Первые шесть недель кривая выживаемости вообще проседает. Дальше график немножко подтягивается, но в итоге получается, что Pembrolizumab не оказал своего преимущества перед поклитоксилом в качестве второй линии терапии. Очень интересно в этом исследовании был анализ по подгруппам, когда изучали зависимость эффективности Pembrolizumab в зависимости от PDL1 статуса и от ЭКОГа. Левый график – это ЭКОГ единица и PDL больше единицы по уровню CPS. Pembrolizumab существенно проигрывает перед поклитоксилом. Второй средний график – это уже ЭКОГ 0. И здесь PDL тоже около единицы. Мы видим, что здесь Pembrolizumab кривая его подтягивается. То есть, вероятнее всего, Pembrolizumab успел реализовать свой эффект именно за счет удовлетворительного состояния. Ну, а третий график – это ЭКОГ 0 и PDL больше 10. Мы видим здесь, конечно, колоссальное преимущество Pembrolizumab. Но кто из клиницистов может похвастаться тем, что каждый день видит прогрессирующего больного раком желудка с ЭКОГом 0 и с PDL больше 10. Конечно, это очень и очень ограниченная когорта больных. Но кому мы можем все-таки помочь, назначив Pembrolizumab? Это прежде всего пациенты с микросателлитной нестабильностью. Исследование Pembrolizumab при MSI-HI. 149 больных было суммарно, из них 59 – это больные не колоректальным раком. 9 из них – это больные раком желудка. 56% – частота объективного ответа. Цифра, конечно же, колоссальная. И если мы посмотрим, у кого мы прежде всего можем думать о наличии MSI-HI, это женщины старшей возрастной группы с локализацией опухоли в дистальных отделах. Нередко это мультифокальная форма опухоли. И гистологически чаще всего преобладает кишечный тип. Если мы посмотрим на те исследования, в которых проводилось изучение эффективности Pembrolizumab, то в них MSI-HI пациентов, как часто мы видели. Ну вот, в исследовании 0,59 из 174 пациентов 7 больных. Это 4%. И посмотрите, частота объективного ответа 57%. Цифра колоссальная. А исследование, в котором проводилось сравнение Pembrolizumab и эпоклитоксала, в общей когорте Pembrolizumab не увеличил частоту объективного ответа. 16 против 14. Но в группе MSI-HI цифра колоссальная. 47%. Конечно же, половина больных отвечает на терапию, а половина нет. Но нам хочется, конечно же, помочь всем, как всегда. И какие есть варианты. В этом ключе очень актуальным выглядит комбинация химиотерапии и иммунотерапии. Химиотерапия выступает здесь как иммуномодулятор, презентируя опухолевые антигены, а иммунотерапия, блокируя PD или PD-1, вызывает восстановление противоопухолевого специфического иммунитета. И тем самым приводит к усилению, совместно усилению противоопухолевого эффекта. Ждем результатов клинических исследований и надеемся, что они будут более колоссальны. И на что же мы еще можем с вами воздействовать? Это, конечно же, ангиогенез. Любые ростовые факторы находятся в состоянии гиперэкспрессии при солидных опухолях и IGFR, и VGFR. И точно так же, как и GFR, гиперэкспрессия GFR является фактором неблагоприятного прогноза. Но при этом это потенциальная модель для таргетной терапии. Какие препараты есть? Бевоцизумаб, который, к сожалению, при раке желудка не показал абсолютно никакого преимущества исследования Аватара и АВАГАСТ, показали, что добавление бевоцизумаба бессмысленно. А вот рамоцирумаб, моноклональное антитело ко второму типу рецептора сосудистого идентилиального фактора роста, оказал существенное влияние. Посмотрите, исследование Рейнбой во второй линии терапии, добавление к поклитокселу достоверно увеличивает медиану общей выживаемости. Прибавка 2,2 месяца. Увеличивает частоту объективного ответа 28 против 16. Увеличивает безрецидивную выживаемость. Поэтому на сегодняшний день стандартным второй линии терапии является комбинация поклитоксела и рамоцирумаба. Другие антиангенные препараты пока не доказали своей эффективности. Ну и в заключении, в выводах, мне бы хотелось отметить о том, что, конечно, лечение опухоли желудочно-кишечного тракта, опухоли желудка на поздних стадиях – это серьезная проблема и для онкологов, и для пациентов. К сожалению, для рака желудка не существует всеохватывающих, инновационных, эффективных методов лечения, которые основаны на драйверных мутациях и иммунотерапии. Единственный предиктивный биомаркер на сегодняшний день – это HER2-Neo. Существует только два изученных препарата для рака желудка – это тростузумаб и рамоцирумаб. Какие практические рекомендации, практическое применение? Четыре молекулярных подтипа из них – опухоли, ассоциированные с вирусом Эпштейна-Бар и МСА-Хай – это потенциальные мишени для иммунотерапии. Гиперэкспрессия HER2 должна быть обязательно определена у всех больных метастатическим раком желудка до начала терапии. Возможно, скоро появится новый второй стандарт второй линии – тростузумаб-дирокстикан. Ну а в качестве второй линии мы используем рамоцирумаб и только в комбинации с поклитокселом, причем вы должны изначально планировать все линии терапии, чтобы данная комбинация была назначена пациенту только во второй линии терапии. Сложно, но мы не сдаемся, идем вперед. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.